МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На канале ТВ-сфера программа «Городские новости». В студии Анна Медведева. Здравствуйте! Освоить новую профессию, пройти переподготовку или повысить квалификацию хартизианам предлагает городской центр занятости. Там по-прежнему одним из приоритетных направлений работы является профобучение. После введения ограничений, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сделать это стало проще. Учеба проходит в дистанционном режиме. Подробнее о том, как, например, стать профессиональным продавцом, практически не выходя из дома, в материале Валерии Отиновой. Водитель троллейбуса, штукатур, маляр, электрогазосварщик, каменщик и еще четыре десятка специальностей горожане сегодня могут освоить, обратившись в Центр занятости Харцизка. Обучающие курсы предоставляются бесплатно. В октябре такую возможность не упустили четыре человека. Их выбор пал на профессию повара. Из-за карантинных мер учеба проходит дистанционно. Как правильно приготовить голубцы или, например, картофельные зразы, будущим кулинарам в режиме онлайн, рассказывают преподаватели Харцизского профессионального лицея. Очень удобно тем, что, находясь дома, люди получают в интернет-режиме теорию изучают с учебным заведением. Конечно же, на практике они готовят, фотографируют и отправляют видео или фото в учебное заведение. Это как фотоотчеты о своей работе. В ноябре в режиме онлайн будет проходить обучение профессии продавец продовольственных товаров. Набор в группы уже объявлен. В период обучения, а это 3-3,5 месяца, предусмотрена материальная помощь. Ездить никуда не нужно. Это основа обучения в нашем лицее Харцизском. Тоже онлайн, где будут прочитаны определенные часы теории. И на практику пойдут наши слушатели курсов тоже к работодателям на территории города Харцизка. Если это жители города Зугреса будут обучаться, то мы сможем подобрать им работу на территории города Зугреса. По словам Надежды Киселевой, за 9 месяцев текущего года по направлению городской службы занятости профобучение прошли 12 жителей Большого Харцизка. Наша основная задача – это трудоустройство после обучения. Поэтому вот уже с поварами практически решен вопрос, с частными предпринимателями, о их трудоустройстве и о их практике. И, конечно же, в таком же режиме будет решен вопрос и с продавцами. Поэтому у нас гарантированное обучение под постоянные рабочие места. До конца недели в ДНР завершат начатые 10 октября работы по модернизации высоковольтной линии под Харцизском. Работы выполняются в рамках инвестиционной программы государственной магистральной сетевой компании, утвержденной Минэнерго. Высоковольтная линия 330 кВт Харцизская-Южная была построена в далеком 1966 году. Некоторые ее элементы требовали срочной замены, так как все нормативные сроки по их эксплуатации уже вышли. Безаварийная работа данной ЛЭП крайне важна для бесперебойного функционирования энергосистемы республики. Прежде всего, она обеспечивает надежность передачи электроэнергии напряжением 320 кВт между подстанциями Харцизская и Южная и далее на Российскую Федерацию, то есть гарантирует межгосударственный транзит. Причем перетоки могут осуществляться как в одну, так и в другую сторону. Кроме того, линия помогает теплоэлектростанциям регулировать подачу выработанной электроэнергии в сеть. Энергетики уже провели демонтаж изношенного оборудования, доставили новые опоры и грозозащитный трос на места их установки и приступили к монтажу. Большая часть оборудования была приобретена на отечественных заводах. В частности, опоры для модернизации линии произведены Донецким заводом высоковольтных опор, кабельная продукция – Харцизским заводом «Силур». В Украине продолжают воевать с памятниками и лихорадочно искать выход из кризиса, в который погрузилась страна с началом отопительного сезона. Подробнее в нашем дайджесте новостей Украины. На Ровенской атомной электростанции ЧП 26 октября разгерметизировался водородный трубопровод и начался пожар. Такие аварии относятся к высокому уровню опасности, но, как говорится, обошлось. Возгорание возле энергоблока на открытой территории потушили, трубопровод перекрыли. Взрыва водорода и человеческих жертв удалось избежать, сообщают украинские СМИ. В Украине продолжают воевать с памятниками. Военный мемориал «Марсово поле» во Львове лишился ордена «Отечественная война». Основание из бетона три дня демонтировали, но звезду, отлитую из бронзы, уничтожать не стали. Напрасно кто-то тешил себя иллюзией, что этому фрагменту мемориала львовяне найдут достойное место. Орден отправили в муниципальный музей «Территория террора». И в продолжение темы. В Полтавской области в городе Лубны неизвестные разбили памятник Чапаеву, а в Лохвицах разрушили мемориал, посвященный комсомольцам. В Хароле памятник уроженцу города генералу Третьяку устоял, но местные в кавычках «патриоты» изгадили постамент. Украина последовательно уничтожает прошлое страны, не замечая, что тем самым убивает свое будущее. Государственное предприятие Украины «Завод Большевик» ушел с молотка. Во времена СССР это был гигант машиностроения. В центре Киева на площади 36 гектаров в 24 цехах работали больше 10 тысяч человек. Сегодня же коллектив насчитывает всего 240 тружеников, и за госпредприятием числятся огромные долги. Выиграла лот компания, связанная с экс-народным депутатом пяти созывов Василием Хмельницким. В результате приватизации казну должны пополнить 1 миллиард 429 миллионов гривен. Это наибольшая сумма, полученная в ходе приватизации после продажи «Криворож-стали». В понедельник 25 октября жители Житомира поднялись на тарифный бунт. В помещении облгаза горожане разбили двери и ворвались в кабинет руководителя компании. Конфликт был вызван грядущим подорожанием газа в два с половиной раза. Если глаз народа не будет услышан и тарифы все-таки вырастут, бунтари обещали вернуться. Следующая неделя для рабочего населения Донецкой Республики будет короче на целых два дня. С чем это связано – далее в сюжете. Согласно указу главы ДНР Дениса Пушилина, подписанного в декабре 2018 года, 4 ноября определено в Республике нерабочим праздничным днем. В этом году ноябрьские праздники в ДНР продлятся четыре дня подряд. Отдыхать жители Республики будут с 4 по 7 ноября включительно. 4 ноября 2021 года выпадает на четверг. Согласно распоряжению главы ДНР о выходных днях и переносе рабочих дней, выходным днем в этом году будет и пятница 5 ноября. Следом идут суббота и воскресенье. Так что вернуться на свои рабочие места граждане Республики смогут 8 ноября. Кроме того, согласно действующему законодательству о труде, накануне праздничного дня рабочее время на предприятиях сокращается на один час. Таким образом, среда 3 ноября будет коротким рабочим днем. Если вы еще не обзавелись каким-нибудь хобби, только чур не считать таковым просмотр телепередач в объятиях дивана, самое время перед предстоящими длинными выходными подобрать себе увлечение по душе. Познавайте этот удивительный мир во всем его многообразии, своей головой, своими руками. И до встречи на канале ТВСФЕРА. 30 октября – день улыбающихся каменных львов. Традиция устанавливать скульптуры этих величественных хищников очень давняя. Не даром каменные львы поставлены у входа в здание. По утверждениям олвы, лев спит с открытыми глазами. Он охраняет отдых наш, и, можем мы сказать, без лести, он самый неусыпный страж из спящих на рабочем месте. Каменные львы крайне редко изображаются с улыбающейся физиономией. Зато редко удается сдержать улыбку, глядя на этих хищников, изображенных скульпторами Средневековья. Часто в своих работах они руководствовались рассказами о львах тех людей, которые сами их никогда не видели. В нашем городе парочка львиных морд находится по обе стороны от входной арки парка. Еще две небольших фигурки украшают вход в магазин на теремушках. Такого количества явно не хватает для охраны спокойствия всего города, но у нас есть свой покровитель – небезызвестный харциз, верный товарищ Зуя. Оба они наверняка в душе были львами. Слабые не выживали в суровых условиях пограничья. 30 октября днем переменная облачность. Температура воздуха около 12 градусов. Дюго-восточный ветер 4-6 метров в секунду. Ночью малооблачная температура воздуха понизится до 4 градусов. Восточный ветер 3-5 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин